А сейчас о той странице истории войны, что непосредственно касается Татарстана, которая столь же хорошо изучена, сколь и редко озвучивается. Речь идет об организации гигантской важнейшей работы в тылу. Очевидно, что тыл – основа всех побед на фронтах. У Германии в качестве тыла выступала вся покоренная и выведенная из-под ударов Европа. У СССР тыл мог быть только на собственной территории, и условно он обозначался территорией от Волги и Восточнее. Условно потому, что официальная доктрина предполагала бить врага на его территории. Но организаторы оборонной промышленности понимали, что готовиться надо к любому трагическому повороту событий. Понять ситуацию нам во многом помогают воспоминания таких гениев организации оборонки, как трижды герой социалистического труда, нарком вооружения и боеприпасов в годы войны генерал Борис Львович Ванников. Вот только несколько его тезисов. Накануне войны Сталин совершил страшную ошибку. Желая пополнить советскую Украину рабочим классом и инженерами, он начал строительство крупных оборонных предприятий именно на Украине. Позже все это пришлось срочно эвакуировать, а то и взрывать. За свое несогласие с этим подходом сам Ванников, будущий куратор ядерных и водородных проектов страны, чуть было не сгинул в недрах НКВД. Но были и верные решения. Все заводы предвоенного времени строились от Волги до Енисея с прицелом их быстрого переформатирования на оборонку. Ну, скажем, Челябинский тракторный или ряд заводов в той же Казани. Была создана гигантская сеть НИИ, КБ, лаборатории, испытательных центров, нацеленных исключительно на военные исследования. Предполагалось, что все это и заводы, и НИИ, и научные центры в кратчайшие сроки перебросят туда, где обозначится реальный тыл. Вот Татарстан и стал той самой точкой ближайшего от фронтов тыла, куда двинулись эшелоны с заводами, лабораториями, писателями, инженерами, с членами их семей. Но ведь все это предполагало и организацию быта сотен тысяч новоприбывших. Где им жить, как им жить, как кормить, как обеспечить необходимые мощности энергетики, воды и еще бог знает чего. А еще нужно было срочно строить заградительные сооружения, чтобы в случае прорыва врага тыл не пал столь быстро, как города Украины, Прибалтики, Белоруссии. Нужно было вести борьбу со шпионами, наводнившими город. Сам город наведывала немецкой авиацией, производя аэросъемку новых военных объектов в районе нынешнего соцгорода и дербышек. Кстати, многие наработки тех съемок использовали в дальнейшем уже американцы, уточняя первоочередные цели для нанесения ядерных ударов по военным объектам страны. Артем Шарипов бережно и досконально прошел по следам тех фактов, что ярко и полно отражает жизнь тылового города стратегического назначения. Арки, тоннели, таинственные проходы. Это место 70 лет как скрыто в лесах и во врагах. И теперь оно разве что для путешествий и походов. А когда-то на него ставили ставку, обещали, здесь будут ходить поезда. Но так и не пошли. Железнодорожная насыпь, видна взгляду обывателя. По ней планировалось пускать составы на Бугульму. Теперь это настоящий памятник неизвестной войне. А сама железная дорога стала дорогой-призраком. Транспортного плана магистрали нет в архивах. О протяженности дороги 384 километра узнают спустя годы по старым газетам. Дмитрий Отчик отчеканивает ритм советского слога. Преподаватель железнодорожного техникума историю собирает по частям. С первого же дня выхода на строительство линии Казань-Бугульма колхозники Мамадыжского района перевыполняют дневные задания в полтора раза. План перевыполняли с 39-го по 42-й. От Дербышек дорогу вели в Чистополь через деревню Конь. Далее до Бугульмы. До 20 мостов на маршруте дело не дошло. Не реализовался и грандиозный проект «Мост через Каму. Война». Все силы и верхние строения пути, и участники строительства были переброшены на строительство ракадной линии Свияжск-Ульяновск, которая оказала большую помощь в разгроме фашистов под Сталинградом. Для необходимой в тот год дороги на Сталинград с Бугульминской сняли рельсы. Так и остановилась она у села Чебокса. Казанская земля ждала врага. Следы истории уцелели. Обвод этот строили год. На работы вышли сотни тысяч человек. Большая часть – женщины. Оборонительный рубеж строили в трудных условиях. И остается только догадываться, какие мысли были у тружеников. Думали, немцы все-таки придут в Поволжье. Обвод шел по землям Татарстана и Чувашии, защищая Волгу. Когда советская армия взяла инициативу, проект законсервировали. Впрочем, немцы о Казанском обводе знали. Как знали и о расположении стратегических мест промышленных заводов, и о том, из какого дома, из какой трубы идет дым, и в какую сторону обычно дует ветер. Дважды самолеты немецких разведчиков долетали до Казани. Все вот эти объекты, которые до сих пор у нас на картах считаются секретными, на гражданских, на каких-то туристических, немцы о них знали уже в 42-м году. Дотошная немецкая рука выделяла объекты, чтобы в будущем их уничтожить. В это время в разработке находилась ракета Фау-2. У них там на карте отмечен даже радио «Наш центр». Наше татарское радио имело транслятор, который способен был транслировать на немецком языке передачи на территорию Польши. И они отлично понимали, что если они это все уничтожат, то, собственно говоря, им будет легче. Собирать информацию о Казани немцы начали еще задолго до войны. В 1929 году в нашем городе открылась немецкая танковая школа. На учебу начали приезжать курсанты из Германии. Заведение было засекречено. Иностранцы ходили по городу в советской военной форме без знаков различия. При прогулках им было очень даже до достопримечательностей. Фотографировали их для разведки. Расположение улиц Казани немцам, соответственно, было тоже знакомо. Господа, я хочу представить вам нового начальника генерального штаба, генерал-полковника Гудериана. Генерал Гудериан – наш крупнейший теоретик танковых войск. В конце 20-х годов он закончил танковую школу в России в городе Казань. Авторы фильма «Освобождение», того самого, где Михаил Ульянов навсегда Георгий Жуков, немного перепутали. Гейнс Гудериан никогда не учился в Казани, но наш город посещал. Атлант немецкой армии генерал Гейнс Гудериан был в Казани в 1932 году. Тогда он был еще подполковником. Приехал он сюда лично по поручению Гитлера, чтобы проинспектировать танковую школу. Гудериан гулял вдоль берега озера Кабан, отстоял службу в Петропавловском соборе. Да и вообще, город его принял. Это было, пожалуй, лучшее путешествие Гудериана по России. В 41-м Подмосковье было не так хорошо. Не слишком хорошо тогда жилось и в тылу. Татарстан стал центром эвакуации. Места было мало, еды на всех не хватало. Голод и холод вызывали болезни. По республике проносится септическая ангина и тиф. В таких условиях свой профессионализм проявляют медики. Достижения есть и в промышленности. Научились делать Кетгуд. Что такое Кетгуд? Это специальная ниточка хирургическая, которую не нужно снимать после операции. То есть не доставлять еще больше боли больному. Она сама по себе рассасывается. И вот производство Кетгуда именно здесь, в Казани, это, конечно, было выдающееся достижение медицины. На военный лад в непростых условиях перешли предприятия города. На заводах в Казани, например, устанавливали так называемые стахановские обиды. То есть если ты делаешь продукцию без брака или перевыполняешь норму, тебя могли наградить стахановским обедом. Просто вода и картошка. Или, я читала, вспоминали так называемый суп из глазок. Когда рыбные головы из консервов, в них плавают глазки. Да, картошечка и вода. Академия наук во время войны работала в Казани. Игорь Курчатов, тогда еще неизвестный ученый, работал над урановым проектом. В состав группы входило еще 10 человек. Завод «Серб и Молот» разрабатывал центрифугу для обогащения химического элемента. Первые учебные теоретические взрывы начались на территории Казани. Почему сейчас в нашей казанской Швейцарии не стоит ни одного крутого дворца на берегу Казанки? Не задумывались? Со стороны станции «Новаторов». Там пустырь до сих пор. Впрочем, за всеми тайнами войны и за тяжелыми условиями тыла крылась жизнь самыми простыми потребностями. Сторожил Казанского цирка инспектор манежа Владимир Анисимов рассказывает то, что передали ему актеры того времени. Военные годы цирк города без перерыва давал представление. Во время войны, некоторое время после войны был приказ Сталина. Багаж и животные цирка являются багажом срочной отправки. И у нас, я даже видел сам, но сейчас тогда не додумался отклеить. Такие листы отпечатаны, приказ Сталина, номер такой-то, что являются багажом срочной отправки. Их на ящики клеили. В новый 43-й год госцирк дает два праздничных концерта. 31 декабря и 1 января. Участвует в них цыганский ансамбль. Ансамбль спортсменов часто собирается в парке Горького. На военизированные эстафеты выходили заводчане. Место для мирных минут в городе находилось. Татарстан видел врагов только пленных. А вражеские бомбы не уничтожали города. Но война в республике и ее столице была. Так близко, но так далеко. Артем Шарипов, Шавкат Ахманов, Андр Сентальцев. Республика. Итоги недели.